Представляем автономную камеру видеонаблюдения AVT Solar 6506. Автономность этой камеры обеспечивает встроенная солнечная панель и встроенный аккумулятор емкостью 6600 мАч. Кроме того, у этой камеры есть датчик движения инфокрасный, который также увеличивает автономность, так как она включается только когда срабатывает датчик. Можно отключить настройках этот датчик, тогда она будет писать постоянно, но при этом, конечно, больше будет расходоваться энергия аккумулятора. В комплекте есть кронштейн, отверточка для крепления и шнур для питания. Значит, вот эта крышка, чтобы закрыть интерфейс подключения, всегда подключается питание. Здесь карта памяти до 64 ГБ, кнопка включения, кнопка Reset. Это микрофон, так как камера еще обладает двухсторонним аудио. Для подключения мы должны загрузить приложение, которое называется MicroShea. После чего нажимаем плюс, выбираем один из способов подключения, ну, допустим, подключение напрямую к роутеру. Вводим параметры своего Wi-Fi, нажимаем Next Step и ждем, пока она поймает. Она подтверждает, что конфигурация принята. Вот появляется, она ее нашла уже. Сейчас должно появиться приглашение ее подключить. Нажимаем, выбираем мимо прибора. Нажимаем ОК. Все, прибор подсоединен. Для просмотра нажимаем кнопочку. Вот все, мы можем смотреть онлайн. Также мы можем смотреть то, что было записано на карте памяти до этого. Можно смотреть вот здесь. Допустим, выбираем. Выбираем по времени, когда это. Вот здесь можем смотреть. Также можем это посмотреть вот здесь. Ищем файлы. Записи по времени. Выбираем, смотрим файл. Посмотрели, уходим. Вот опять интерфейс. Вот в этом интерфейсе у нас есть возможность включить звук. Звук. Выключая опять его. Включить микрофон, по которому мы можем говорить. Также можно переключить качество лучше, хуже. Можно сделать фотографию, видео. И кнопочка настройки. Здесь мы можем выбрать уведомления на почту и на приложение. Настройки Wi-Fi. Тревога. То есть мы включаем датчик движения или выключаем. Настройка записи по циклу. Настройка времени. Также можем получить информацию о приборе и обновить. Если вышло новое обновление, мы можем обновить прошивку. Также можно выбрать подключение прибора. И другими способами. Вот способ IP. Этим способом мы можем подключиться к прибору напрямую. То есть к Wi-Fi, который он раздает. И если мы находимся в радиусе где-то 40 метров от прибора, то мы можем без подключения к внешнему роутеру просматривать информацию с камеры и с карты памяти. Продолжение следует.